вот уже переезжаю границу узнали где это друзья что меня поражает тут у них сады едут сады и сады ну дорога дорога дорог внимания хрена друзья я в Молдавии еду в Кишинев за янтарными бусами кстати границу пересек очень просто вообще я через в Каменец-Подольский поехал с Киева пересекать не на пароме а через мост приехал через реку еще для этого что для этого надо для того чтобы попасть в Молдавию просто у меня допустим биометрический паспорт документы на машину страховка которую покупаете прямо перед границей и все не надо заполнять никакие бумажки ничего в России если было там кучу бумажек на гостранспортное средство надо заполнять не мало здесь ничего здесь просто показывают документы проверяют я счастлива даже особо сильно машину не спонали я вообще не почувствовал что я переезжал границу ну скажем все две границы у меня украинскую и молдавскую у меня заняло всего 10 минут правда сейчас было 5 утра дальше вот такие идеальные покрытия что мне очень нравится знаки знаки повторяются на дороге видите да если здесь было ограничение перед пешеходом 30 км в час то сейчас будет следующий знак разрешающий движение с большей скоростью люди стоят вот так на обочинах подбирают их и везут куда им надо то есть это как бы как так и надо у нас если это немного не развито здесь вон на дороге был знак ограничивающий одежь знак который вот можно давать 70 надо отдать должное плохая дорога была километров 6 6 даже снимал такая только как на въезде на лдов а дальше дороги отличные идеальные я бы сказал респект сейчас обязательно как больше можно будет увеличить скорость будет стоять знак вот опять ограничивающий знак 30 30 километров на повороте вот расход 8,2 по трассе непонятно почему люди боятся больших объемов у меня объем 3,2 а расход по трассе 8 литров по городу 12 литров 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 друзья а вот они те самые бусы за которыми я приехал в кишинев думаю конечно покажу более детальный обзор сейчас по хожу еще по барахолке кишинева посмотрю может там еще что-то найду что будет интересно и обязательно покажу вам вот они эти бусики 84 грамма и За полторы тысячи минимально. Нельзя взвесить ее отдельно, потому что она имеет металлическую накладку, это же брошка, и здесь металл идет, то есть янтарь янтарем. Здесь камни, ради бога, что-то хорошее, дорогое есть. Вот, лидеризирует, хорошее, дорогое. Это отпадает. Сейчас все эти посты, просто антиклариат данный, как интересен. За крепким он целый, по дороге нет янтарных, нет? Что? По дороге янтарных не следует. А это вы считаете дешевое? Вот оно, длинная длинная нить. Ну, значит, спрашиваете, там безумно, дорогие, одного этого человека, вот, садитесь с телефоном. Плохо поинтересоваться бусами, дорогими янтарными. Ладно, удачи вам. Спасибо. А вы один день в городе? Да, да. Прямо как на зло я сегодня не взял. Ну, я просто приехал за бусами и забрал. А что вас интересует? Ну, я интересует дорогой янтарь, желтый. Есть желтый. А фотография не лепит, ничего. Ну, вас круглый интересует? А, нет. Ну, круглый. Круглый продается. Продаем по большим ценам, только есть одна. Я же не прошу по маленьким ценам, вы не поняли. Нет. Круглый пока проданы, еще не делали ничего. И старого тоже нет. Одни четкие только есть. Нет, круглый есть. Желтый, не круглый. По келитам вечного они? Нет. По келитам я не работаю. Я работаю только натурой. Есть там. Ну, нет, с собой сегодня ничего нет. Выгружал машину, тех осмотр и не взял. Может вам телефончик оставить? Нет, нет. Тут есть одна москвичка, и она постоянно звонит периодически. Нет снежа она, нет. И дело в том, что дороже берут. Еще раз. Я дороже беру, дороже меня никто не берет. Ну, к сожалению, вот она была, пару недель назад. Одну длинную нитку мы ей продали. Из старого, старой. Не, ну, будет еще кто-то молодой. Возьмите. Возьмите. А, есть визит. Вот, вот. Хорошо. Возьмите. Моя. Возьмите. Возьмите. Молодец. Хорошо. Если что-то будет, но только круглый. я понял я знаю хорошо желтый не прозрач очень хорошую нитку мы дали она торговалась сильно там было 80 граммов мы хотели 800 евро ну блин она 550 и все мы так посоветовались не дороже не вопрос теперь ваша визитка здесь я приехал сейчас купил у человека вы говорите 80 граммов у вас было 80 граммов вот это было 80 граммов ну и такой я продавал 1700 долларов не 800 не 550 евро 1700 долларов чем вы были раньше вот добрался только до вашего хорошо визитка есть визитка есть сейчас буду носом рыть я серьезно говорю что я меня не интересую дешево меня интересует качество понял ну что договорились там хорошие нитарные вот и все друзья в общем бусы купил на барахолке с людьми пообщался будут предлагать новые мои цены их заинтересовали кстати если вы нашли бусы янтарные обязательно присылайте мне фотографию на вайбер мой вайбер и почта всегда под видео внизу ну все выдвигаюсь домой у киев да мне еще ехать в киев вот бы раз и телепортироваться вот это было бы круто вот так друзья бывает сидишь 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 ждешь звонка ждешь а потом начинаются звонки один за другим один за другим ты только ездишь покупаешь ну сейчас с Кишинева возвращаюсь в Киев завтра поеду камень большой красивый смотреть если куплю обязательно вам покажу да если не куплю покажу вам я думаю что куплю конечно так что друзья у кого есть желание пройти обучающий коммерческий курс по янтарю контактные данные мои внизу под видео курс не дешевый ну и заработок будет соответствующий можно сделать как индивидуальные занятия так и групповые до 6 человек курс будет проходить один день в этом курсе вы пощупаете различные пусы посмотрите как они выглядят я вам покажу и расскажу на что нужно обращать внимание какой янтарь сколько стоит как покупать и где продавать так что кому интересно пишите на вайпер а я поехал дальше так вот я уже подъезжаю таможне к мосту пойдем паспортный контроль и домой в Молдавии хорошо дома в Украине лучше поверните направо затем ваше местоназначение короче на все про все на таможне было потрачено 20 минут это вечером когда куча народа ничего заполнять не надо единственное вы должны перед таможней купить страховку иметь паспорт техпаспорт на автомобиль и права как то так сейчас я это все разложу теперь по местам чтобы блин ни хрена не потерять ну страховка это теперь нафиг не надо на таможне вообще ничего не заполнять не надо ничего не это самое да просто показываешь паспорт короче права страховку и погнал назад Молдаванин блин мудак содрал какую-то аля какую-то я уже забыл как оно называется ну тогда штраф вложи говорит сюда в страховку 100 гривен и принеси блять как назло нету 100 гривен хорошо хорошо что хоть самая мелкая 200 ну что 200 дал так на дупом а утром никто ничего не сказал утром я таможеннику молдаванскому постучал а он спит короче он такой глянул проезжай он короче под это проезжай я не знаю что он и тебе подумал короче мне еще ехать 375 километров вот эти янтарные бусы я привез из Кишинева с Молдавии позвонил подписчик я ему оценил данное янтарное изделие и поехал в Кишинев за бусами если у вас есть янтарные бусы делайте их фотографии мои контактные данные всегда находятся под видео отправляйте на вайбер или на почту кому как удобно после чего я приеду в ваш город за вашими янтарными изделиями янтарная облака pew вал метров потому что янтарная потому что недоб unrealistic он